Здравствуйте! В эфире Наталья Малухина и программа «Медгородок». В новом выпуске программы вы узнаете, полезны ли грядки гипертоникам, можно ли избежать разрыва аневризмы, существует ли хирургия вне стационара, а также все значимые события из жизни «Медгородка» и «Южноуральской медицины». Этот выпуск мы решили открыть традиционной исторической рубрикой, посвященной 80-летию областной больницы. В центре событий врачебные династии, общий рабочий стаж которых превышает возраст самой клиники. Что заставляет детей из семей медиков выбирать профессию родителей, узнаете из нашего сюжета. В областной больнице врачебных династий больше 30-ти. У некоторых общий стаж работы намного превышает возраст самой клиники. А фамилии этих семей на слуху у всей области. Локтионовы, Дольниковы, Фиглевы и Роман-Юга, Несмеяновы и Кругляковы, Базановы и Машковские. «Урологи Гуровы. Это Борис Георгиевич, потом Сергей Борисович, который сейчас заведует отделением урологии. И даже их знаменитый родственник, который в ансамбле «Ариэль» пел, Лёва Гуров, он работал санитаром у нас в приёмном покое до того, как стал артистом». Надежда Витальевна многих нынешних коллег помнит ещё грудными детьми. Например, Александра Алабугина, мама которого, челюстно-лицевой хирург, привозила на дежурство ещё в коляске. «Я в больнице провёл всё своё несознательное детство и сознательное детство. Первый раз, первый раз, когда Дмитру Васильевну, маму мою, вызвали, они ещё дежурили в то время на дому, приехали в приёмный покой, собственно говоря. Оставить няня не с кем было, ну и, соответственно, мы все дружно приехали в приёмный покой. Со мной нянчились сёстры, пока она работала». «В то время очень часто вызывали тоже на работу, потому что дежурить тогда доктора в эндоскопии не дежурили. И, в принципе, печатать на печатной машинке сын, например, научился у мамы в ординаторской, пока мама смотрела кого-то из пациентов. Также я осваивал компьютер и помогал более старшим товарищам разбираться, как включают компьютер, когда он только-только впервые появился». Сын Павла Ильича давно вырос. Второй десяток лет работает хирургом и даже руководит отделением. Когда выбирал профессию, родители врачи особо не отговаривали. «Ну, жизнь нашу ты видишь. То меня по санавиации, то маму на работу. Если ты это выбираешь, будет жить точно так же. Но у них, насколько я вижу, больших проблем, к счастью, в семье из-за этого тоже нет. По той простой причине жена тоже врач». Женская часть семьи трудится в другой больнице, а отец и сын часто пересекаются по рабочим вопросам. Заодно обсуждают и дела семейные. Домашние встречи случаются редко. То один на дежурстве, то другой уехал по санавиации. О продолжении врачебной династии речь пока не идёт. «Трудный вопрос с сыном, потому что, наоборот, сказал у вас там и кровь, и страшно. Нет, не хочу. А дочка пока маленькая. Я противодействовать не буду ни в коем случае, но и уговаривать не буду тоже ни в коем случае. Это решение каждого». За кадром потомственные врачи признаются, за каждую неточность в работе им достаётся дважды. И от начальства, и от родителей, чтобы не позорили фамилию. Поэтому работать приходится в два раза лучше. За себя и за честь семьи. Ни для кого не секрет, что излишний вес, тяжёлые физические нагрузки, вредные привычки и преклонный возраст являются первоочередными факторами риска при сердечно-сосудистых заболеваниях. Но мало кто знает, что зачастую смертельно опасная болезнь – расслоение аневризмы – настигает совсем молодых людей, ведущих здоровый образ жизни и не обременённых лишними килограммами. Кому угрожает опасность и можно ли её предотвратить – сейчас узнаем. Аневризму восходящего отдела аорты у 29-летнего жителя Саргазов обнаружили ещё зимой, во время профосмотра. От предложенной операции молодой человек отказался. Понадеялся, что спокойно проживёт с такой болячкой. Но, почувствовав боль в грудной клетке, вспомнил предостережение врачей и отправился в местную поликлинику. Там его осмотрели, измерили давление, сделали эхокардиограмму и тут же отправили в областную больницу. Как в фильмах, то есть моментально привезли передвижные установки, ОСЕ, установку кардиограммы, всё передвижное. Не пришлось никуда ходить. Вмешательство на аорте затянулось на 9,5 часов. Бригада из 10 человек решала сложнейшую задачу. Если бы пациент ещё зимой согласился на плановую операцию, протезом заменили бы только тот участок, где истончившиеся стенки раздулись и в любой момент могли лопнуть. Упущенное время обернулось осложнением. Трещина на аорте с угрожающей скоростью продолжала разрушать ткань сосуда. Произошло расслоение аорты. Оно пошло так и осложнилось тем, что пошло на брахицефальный ствол, закрыло устье общесонной артерии. Всё это, в принципе, должно было привести к нарушению мозгового кровопрощения, но у него это не произошло за счёт того, благодаря тому, что у него, скажем так, ну, хороший вилизив. Чтобы спасти жизнь пациента, кардиохирурги установили сразу три протеза, которые перекрыли разрушенные участки и защитили сосуды от дальнейшего расслоения. Дальше реанимация, где за состоянием пациента наблюдают круглосуточно. Жизненно важно для этого пациента вовремя поставить диагноз, потому что, как говорит статистика, каждые сутки недиагностированного разрыва уносят 20% этих пациентов. Любой подъём артериального давления, даже по общим меркам незначительных цифр, может спровоцировать разрыв этой аневризмы и очень быстрый летальный исход. От появления аневризмы не застрахован никто, но наследственные факторы, генетическая предрасположенность являются поводом задуматься о собственном здоровье. Субтильное телосложение при высоком росте, впалая грудная клетка и выпуклые ногти – повод для обращения к кардиологу. Типичный барханоподобный синдром, который вот у него, он всегда обычно сопровождается образованием, аневризмом, восходящие аорты, другие аорты. То есть, в принципе, скажем так, это ещё то, что мы ему сделали, это не факт, что это последний конечный результат. Теперь Владимиру придётся забыть о своих хобби, силовых нагрузках и участии в марафоне. Вместо этого – каждые полгода обследование в кардиологии. Зато появится повод освоить шахматы и перечесть любимые книги. Сегодня у нас в гостях заведующий отделением кардиологии номер один Челябинской областной клинической больницы Сергей Черепенин, который о сердечных недугах знает абсолютно всё. Именно ему адресована львиная доля вопросов, которые наши читатели задают в соцсетях, на страничках и в группах нашей программы. Итак, Сергей Михайлович, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот сейчас наступает сезон грядок. Есть у вас какая-то статистика, сколько пожилых людей поступает с обострениями в летние и весенние месяцы? И с чем это связано? Действительно, такая статистика ведётся в определённой мере, и людей в летний период поступает больше. Как правило, это люди, которые длительное время работают на жаре, у них случаются тепловые удары, гипертонические кризы или обострение ишемической болезни сердца. Действительно, количество людей в этот период, которые обращаются за медицинской помощью, несколько увеличивается. Естественно, официальной статистики не существует, но по нашим наблюдениям это всегда в большем проценте случаев. Что касается нашего кардиологического профиля, действительно, это садоводы. Это, как правило, люди, которые страдают хроническими заболеваниями сердечно-судистой системы, и, длительно находясь в саду, в огороде, на жаре, они могут получить обострение этих болезней. В связи с этим они вызывают скорую помощь или самостоятельно добираются до приёмного покоя. Им необходимо оказать уже помощь. Некоторым людям требуется госпитализация. А кому противопоказаны вообще эти грядки? Вот это вот всё, копания, вниз головой стояние, всё такое? Ну, надо понимать, что жара и интенсивная физическая активность – это грядки, это копания, это стресс для организма. Особенно это опасно для пожилых людей, лиц, которые страдают гипертонической болезнью, нарушениями ритма сердца, хронической ишемической болезнью сердца, варикозным расширением вен. Всем этим людям длительная физическая нагрузка в жару, она противопоказана. И грядки, как правило, этому способствуют. А если вот не втерпёшь, всё равно бабушка знает, что у неё гипертония, она всё равно едет туда, берёт с собой валидол максимум и надеется этим спастись. Может быть, при себе что-то нужно таким людям иметь, чтобы экстренную какую-то себе помощь оказать или чтобы люди, которые рядом окажутся, помогли? Естественно, запретить работать людям в огороде мы не можем. Естественно, мы стараемся предупредить, как это сделать максимально безопасно. Ну, в первую очередь, если человек гипертоник, он чётко должен знать, какие препараты он принимает. И, как правило, эти люди знают о препаратах скорой помощи. Здесь мы их, конечно, называть не будем, потому что лечащий врач, как правило, информирует пациента о препаратах скорой помощи, которые нужно иметь с собой. Второй момент. Обязательно нужно с собой иметь тонометр. Потому что у человека возникла головная боль. Здесь может быть несколько вариантов. Это может быть просто человек перегрелся на солнышке, а может быть у человека случился гипертонический криз. И многие наши люди начинают, не измерив давление, сразу принимать большое количество таблетированных препаратов для снижения давления. Зачастую могут вызвать, наоборот, низкое давление, гипотонию. Это ещё больше ухудшит их состояние. Если у человека появились симптомы, он измеряет давление. Это давление для него непривычно высокое. Тогда он может принять необходимые препараты скорой помощи, дабы избежать каких-то осложнений вот этого гипертонического криза. А вот если человек, допустим, на грядках копался, копался, раз и упал, ему плохо стало. А люди, которые поблизости находятся, соседи, родственники, что они должны предпринять в первую очередь? И чего нельзя делать категорически? Действительно, если люди, которые находятся рядом с человеком, которому стало плохо, не являются докторами, очень сложно оценить ситуацию, почему человеку стало плохо. Но, как правило, это всё-таки какие-то варианты теплового удара, может быть. Поэтому в первую очередь нужно, во-первых, человека переместить в тень, расстегнуть стесняющую одежду. Можно сделать обрызгивание водой, такой, скажем так, комнатной температурой, ни в коем случае ни холодной, ни горячей водой, и попытаться привести человека в чувство. Если человек, конечно, не приходит в сознание, это немедленный вызов скорой помощи, все знают, телефон 112. Везде доступно. Понятно, что скорая помощь до огородов ездит значительно дольше. Если человек пришёл в сознание, то, естественно, человек сразу предъявляет жалобы на то или то. Если у него головная боль, можно измерить артериальное давление. При высоком давлении принять препараты скорой помощи. Если, наоборот, низкое давление, человека необходимо уложить, немедленно поднять ноги под углом не менее 30-45 градусов, чтобы улучшить приток к голове. Будем надеяться, что это лето у нас всё-таки будет жарким. Наши советы пригодятся нашим зрителям. И что как можно меньше пациентов попадут в ваше отделение. Будем на это надеяться. А тем временем на территории медгородка и за его пределами происходит множество событий, связанных с медициной. Коротко об этом в нашей рубрике «Пятиминутка». Более тысячи молодых южноуральцев приняли участие в совместном с областной станцией переливания крови проекте «Донорство со студенческой скамьи», который возник по инициативе самих студентов и стартовал 25 января, в День студентов. Тогда донорами стали около 250 молодых жителей Златоуста, Магнитогорска, Меаса, Садки, Челябинска и Южноуральска. Продлился праздник милосердия до середины мая. Всё это время учащиеся самых крупных учебных заведений активно участвовали в донорских акциях, результатом которых стали полтонны литров качественной крови для хирургических отделений и реанимаций. Следующая крупная донорская акция запланирована областной станцией переливания крови на 1 июня в рамках Дня защиты детей. Мобильный пункт переливания крови разместится в центре Челябинска у театра оперы и балета. Выездная бригада медиков будет принимать постоянных и первичных доноров с 9 утра до полудня. Пока родители сдают кровь, дети смогут принять участие в конкурсах и викторинах. В детской областной больнице ввели ноу-хау для маленьких пациентов и их родителей. Теперь для того, чтобы вырезать вросший ноготь, наложить гипс или провести другую не очень травматичную процедуру, больше не нужно ложиться в хирургический стационар. Таких пациентов лечат амбулаторно. Этому рады и малыши, которые настороженно относятся к любому лечению, и ещё больше их родители, которым не приходится дежурить у больничной койки. Сразу после несложной операции ребёнка отправляют домой. Реаниматологи с начала года выходили четыре сотни недоношенных младенцев. Более чем у ста из них вес к моменту рождения был менее полутора килограммов. Накануне Дня защиты детей в перинатальном центре подвели итоги работы за полугодие. Оказалось, что в среднем по области ежегодно рождается около двухсот малышей с массой тела меньше килограмма. Таким новорождённым приходится провести в реанимации от двух до восьми месяцев в зависимости от тяжести состояния. Хочу напомнить нашим зрителям, что до празднования Дня медицинского работника осталось совсем немного. Поэтому прямо сейчас отправляйте свои письма со словами благодарности в адрес врачей, которые приняли участие в вашей судьбе. Вы можете оставить сообщения и задать вопросы в наших группах и страницах в соцсетях. И мы обязательно ответим. В следующих выпусках Медгородка вы увидите экстренные роды в сосудистой хирургии, побывайте на мастер-классе китайского эндоскописта и узнаете из первых рук, чем опасны привычные лекарства. А на сегодня это всё. С вами была Наталья Малухина и программа Медгородок. Будьте здоровы! Одежда ведущей предоставлена сетью салонов Априори. Женская одежда из Германии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова